Идея борьбы двух начал – это не библейская идея. Идея борьбы добра со злом – это не библейская идея. Никакого равенства нет. Понятно, да? Я дождусь, когда все запишут. У нас часто витает в голове идея борьбы добра со злом. Эта идея навязана в этом мире. И она часто и густо присутствует. И я говорю о том, что эта идея в основе своей неправильна, потому что они не равны между собой. Идея борьбы предусматривает идею какого-то равенства. Понятно, да? И неизвестно, кто еще победит, кто еще сильнее как бы. Они борются, но до сих пор не могут разобраться, кто сильнее. Но сама эта идея неправильна, потому что Бог абсолютным образом сотворил все совершенно. Это понятие абсолютов, добро – это абсолют. Зло – зависимое понятие, оно испортило добро и стало злом. И когда творение, сотворенное Творцом, используя свою свободную волю, нарушило заповедь, оно испортило добро, оно моментально покинуло небеса. Это понятно? Я, он был тут же, что сброшен. Борьбы особой как-то не наблюдалось. Понятно, да? Видел падшего, как молния, быстро. И на небе написано, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ни с кем он там не борется, там ничего такого нету, с кем бороться. Там тьмы просто нету, отсутствует. Ни с кем он не сражается. У него все хорошо на небе. Это мы молимся, чтобы его власть, его воля, она была на земле такой же, как на небе. И когда он ответит на нашу молитву, то на земле не будет зла. Понятно, да? То есть, изначально зла не было, потом зло появилось, и потом в дальнейшем зла тоже не будет. А добро будет. С добром как-то все хорошо. Понятно, да? Итак, возвращаемся к нашему другу Ною. Если эта мысль понятна, понятно, возвращаемся к нашему другу Ною. Что-то произошло, что-то произошло тогда на земле. Мы будем читать 6 главы. Мы будем читать 6 главы. У меня к вам вопрос. Сколько... Ну и строил потоп, строил ковчег. Сто или 120, да? 120, да? Все так думают, что 120? Сейчас посмотрим. Это мудрые люди сказали. Вы не услышали вопросы. Я повторю. Как вы... Что делаете? Я прошу прощения. Библию, пожалуйста, закройте. Спасибо большое. Повторяю. Как вы думаете? Меня интересовал вопрос. Чего? Как вы думаете? Все. Ага. Сейчас посмотрим, как я думаю. А до этого, что вы, прошу прощения, делали? Не думали. Вы знаете, я вам скажу. Мы устроены очень странно. Как вы думаете, что у меня лежит в правом кармане брюк? Я понимаю, что на самом деле, до того, как я спросил, вы особо не думали. Но после того, как прозвучал вопрос, начался мыслительный процесс. Теперь, когда я спрашиваю вас, как вы думаете, то мыслительный процесс не должен начинаться с того, что вы начинаете читать. Меня интересуют ваши представления, ваши мысли. Они основаны уже были на том, что вы слышали, знали, читали до того, как. Понятно, да? Итак, как мы думаем, сколько мной строил ковчег? 120 лет. Спасибо. Все так думают? 100 лет. Спасибо. Два есть мнения. Все остальные думают как-то? Спасибо большое. Третье мнение. Библия об этом не говорит. И неявно тоже, кстати. Спасибо. Понятно, что те люди, которые сказали 100 или 120, на самом деле имели представление и не проверяли свое представление по Писанию. Это понятно? Это понятно? Здесь понятно? Отлично. Теперь читаем. Теперь читаем. Отсюда. Хорошо. Хорошо. Если. Что? Что? Это вы так думаете? Пожалуйста. Прочитайте. Где это написано? Я же не против, где написано, что ему было 500, когда он начал. Я же за. Я двумя руками. Пока. Пока товарищ будет искать, а искать будет долго. Мы продолжим. Это цифра 100, но никак не 120. Так что я смею опять повторить свою идею. Вот откуда взялась цифра 120. Понятно, да? Ну что же цифра 120 значит? Пусть будут дни, их 120 лет. Что это такое? Продолжительность жизни. Вы нашли, что он строил? Нет, не 600, ему было 600 лет, но можно строить. Ну, написано, что Ной же больше 600 лет, а потоп уже пришел на землю. Отлично. А мы о чем говорили? Когда потоп пришел на землю? Я говорю о его годах. Еще раз. Мы говорили о 120 годах. Вы сказали, не, не о 120, а о 100. И вы сказали, что Ной начал строить ковчег, когда ему было сколько? Нет. Ну, 600 лет пришел потоп, а он только начал именно строить? То есть потоп пришел, и Ной собрался строить ковчег? Или он в него уже вошел? Он вошел до потопа, когда потоп начался. Отлично. А тут товарищи утверждают о том, что он начал строить его только. Мы говорили, когда потоп начинается? Или когда он начал строить ковчег? Мы о чем говорим просто? Мы о чем говорим? Спасибо. Я согласен. Где-то между. Сэм, Восэм. Где-то так. Я прошу прощения. Я сказал, что Библия нам точно не говорит. Если вы хотите найти, где она точно говорит, я не возражаю. Может быть, я невнимательно читал. Вы читаете внимательнее, чем я. Я не возражаю. Просто прочитайте, и все. Я знаю, что в 500 лет он родил детей. В 600 начался потоп. Но к строительству ковчега это, мягко говоря, не имеет отношения. Теперь у нас следующий вопрос. 120 лет. Что это? Продолжительность жизни человека на земле. То есть до этого люди жили достаточно долго. Правильно? Но когда Бог увидел это безобразие, он сказал, слушайте, ну мне это вообще все надоело. Они когда долго живут, они на самом деле дурью начинают маяться. Поэтому пускай они живут чуть-чуть меньше, чтобы меньше глупостей в голову лезло. Есть другой вариант? Ну, отлично. Пока вариант, который прозвучал в этой аудитории, звучит каким образом? Лета жизни человека. Лета жизни человека стали 120 лет. То есть Бог просто немножко ограничил житие человека на земле. Согласны с этим? Ну, Терах уже был мальчишкой, потому что люди жили на земле 400 с лишним лет. Если вы откроете 11 главу бытия о поколениях живущих после потопа, они жили по 400 лет. Значит, явно это не относится к 120 годам как обрезание человеческой жизни. Теперь меня интересует вопрос. А к чему тогда относится 120 лет? Как вам такой вариант? До начала потопа. Подождите секундочку. Сначала ответ. Новый Завет говорит о том, что Ной был проповедником правды, и, возможно, в течение этого срока он и говорил о том, что будет потоп для того, чтобы человечество могло раскаяться. Соответственно, Бог определил 120 лет на то, чтобы человечество раскаялось и было спасено. Смотрите. Пока мы можем сказать следующее, что до потопа 120 лет. Если мы примем точку зрения о том, что эта фраза говорит, что дней жизни на земле, как там написано? Пусть дни их будут 120 лет. И через 120 лет дни их закончились. Потом мы имеем возраст Ноя, когда ему было 500. И когда начался потоп, ему было, соответственно... Это понятно, да? Когда он начал строить, мы просто не знаем. Явно, я думаю, что он не начал строить ковчег вот до этого момента. Не было никакого смысла. Но вот начиная с этого момента, он мог начинать строить ковчег. Но когда это произошло, мы... Понятно, да? Не знаем. Это могло произойти до рождения его детей. Это могло произойти после рождения его детей. Это могло произойти, когда его дети подросли и начали ему помогать. То есть существует достаточно много точек зрения. И вы можете считать, как вам нравится. Вы можете верить в вариант любой, который вам понравится. Вы можете молиться, размышлять над этим. Но точный ответ мы можем получить только на небесах. Понятно, да? Но у вас в голове было представление, которое вы не проверяли. Когда вы сказали 100 лет или 120 лет, понятно, что вы на самом деле где-то что-то слышали, приняли это на веру, но сами этот вопрос специальным образом не изучали, кроме некоторых людей в данной аудитории. Понятно, да? И мы будем по мере того, как общаться с вами, будем проверять некоторые ваши представления и пытаться, чтобы ваши представления соответствовали Библии. Ясно, да? Отлично. Все понятно с возрастом, 500 лет, 600 лет, когда вошел, мы знаем. Когда я начал строить, извините, не в курсе. Понятно, что он был проповедником правильности и мог начинать проповедовать. Вот в этот период. Может быть, в начале. Может быть, я не возражаю. Ну, может быть, чуть-чуть позже. Ну, где-то вот в этот период. Здесь все понятно? Отлично. Итак, за что же все-таки Бог уничтожил свое творение? Вопрос не праздный. Вопрос не праздный. А вопрос нашего понимания Всевышнего. Будем читать 6-ю главу, 13-й стих. Итак. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием, и вот я истреблю их с земли. Что здесь говорится? Ничего странного в этом стихе нет? Повторю. Ничего странного в этой стихе нет? Конец всякой плоти пришел. Ну, хорошо. А что тут странного? Конец всякой плоти пришел. Понятие злодеяния. Для меня странно другая часть. А? Еще раз. Здесь используются два времени. Конец пришел, а я истреблю. Настоящее и будущее время. Так он пришел или истреблю? Нет. Еще раз. Конец пришел, но я истреблю. Пришел это настоящее время? Уже сейчас пришел, все, в настоящее время. Настал, пришел. В различных переводах написано, конец всякой плоти пришел, конец всякой плоти настал предо мною. Ну, конец пришел. Наступило это или не наступило? Нет. Проблема заключается в том, что я вас поймал вот в чем. Бог не ограничен во времени. У него всегда настоящее. Это мы живем во времени. но он взирая и объемляя все время, он в начале творения и в конце его находится как? Одновременно. У него с этим проблем нет. И когда он смотрит на творение, он говорит, послушайте, я вижу их конец. Их конец уже пришел. Но он объявляет об этом в этой точке. И говорит, конец их уже что сделал? Пришел. И я истреблю их. Почему он истребляет их? Потому что конец пришел. Понятно, да? То есть, если бы они изменили свое поведение, конец бы не пришел. Но он увидел, что человечество прошло за некую точку невозврата. Наступила некая точка невозврата, после которой конец пришел. уже все. Он пришел. Он наступил. Они стали на путь такой, в конце которого всегда будет конец. Не вернуться. Конец уже пришел. И я истреблю. Почему он истребляет? Потому что конец пришел. И здесь написано ниже следующее. И наполнилась от них земля. Чем наполнилась? Злодеянием. В разных переводах написано там, злодеяниями, кривдой, преступлением, насилием. Короче, они такое натворили. они что-то делали. Двенадцатый стык. И возвел Бог на землю, и она растлена, ибо всякая плоть извратила. Извратила. У извращения есть удивительная часть. Вы не можете извратить, не зная, как правильно. Если вы что-либо извращаете, вы знаете, как правильно и делаете неправильно. То есть, плоть знала, как правильно. Изначально они не ошиблись. Грех это не случайность. Грех это не ошибка. Грех это осознанное действие человека, когда он знает, как правильно, а делает неправильно. Микрофон. Скажите, пожалуйста, если человек не читал, как правильно, Слово Божие до определенного возраста, то все, что до этого он делал, не является грехом? скажите, пожалуйста, а вы пришли вовремя? Тогда вам надо будет немножко послушать то, о чем мы говорили, тогда у вас не было. Мы говорили о том, что есть закон совести, который записан в сердце каждого человека. и разбирали. Еще раз открываем Римлянам вторую главу. Понятно, да? Если совести нету, то это значит, что она была, а потом человек с ней что-то сделал. Потому что совесть это дар Божий каждому человеку. Вот что он с ней сделает, это другой вопрос. Но изначально он что-то с ней сделал, потому что она у него таки была. Понятно, да? Послушайте, мои хорошие, есть вещи, заложенные в человеке, которые очень просты и понятны всем. Нету людей, которые не знают, что Бога нет. Любая система мировоззрения является религией. любая система мировоззрения является религией. Одни люди верят, верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Бога нет. Это система верований. Мировоззрение это часть представлений и веры человека. Понятно, да? Когда мы говорим о том, что а вдруг он не знал, что Бог есть. Чего это у меня в руках? Чашка? Это продукт эволюции? Кто-то сделал, То есть у него есть, я прошу прощения, вы хотите поговорить друг с другом? Итак, у него есть творец, производитель. Есть у этого творения творец? Откуда вы знаете? А вдруг где там написано? Я же вам показал дно чашечки. Нету ничего. Подпольное? Нету у него производителя. А, вы видите. А что, а вы видите производителя? Нет. Так что, если вы не видите производителя, не написано, так что, может быть, его нет? А, видно, да? Через рассматривание чего? Так что, они окажутся безответными. первое послание апостоловом Шауля к римлянам. Первая глава послания к римлянам. Итак, написано, что через рассматривание творений видно творца. Понятно, чем идет речь? То, что нужно, Бог явил. Невидимое его, вечная сила его, божество через рассматривание творения видимое. Поэтому, когда все придут, он спросит, небо видели? Звезды, деревья видели? Или плохо со зрением было? Значит, если вы это видели, значит, вы рассматривали что? А творение говорит о чем? О творце. Так что, они будут безответны. Нет, нечем будет сказать. ясно, да? Итак, для того, чтобы что-либо извратить, надо знать, как правильно, что извращать. Поэтому, мы уже говорили о том, что первично понятие добра, а зло или извращение это, когда мы берем добро и его сознательно, сознательно портим. и вот еще раз повторюсь, то, с чего мы начали отклоняться немножко, это не ошибка, это недосадное недоразумение, это осознанное действие. грех, это осознанное действие. И поэтому Бог осудил свое творение. Потому что, когда творение перестает соответствовать цели творца, вопрос, а кому нужно такое творение? Вам нужно это творение? Нет. Если бы у меня был пластиковый стаканчик, я обычно беру такой пластиковый стаканчик, понятно, но он хорош. Если его можно пить воду, что-то с ним делать, но если его взять и скомкать, потом взять и отпустить его. Что вы будете дальше делать с этим стаканчиком? Вы примите. Есть, прошу прощения, пластиковый стаканчик? Я люблю прецеденты. Кому из вас дать? Уже не надо, да? Уже таланты, фантазия по поводу выпрямить. Все, закончилось? Можно. значит так кто тут особо умный я вам порекомендую попользоваться вы будете это делать а то есть только поумничать только поумничай еще раз пить будете из этого стаканчика я спрашиваю нормальный вопрос вы будете пить из этого стаканчика в нормальном состоянии ну не навред кондуктору а вот просто нормально вы будете использовать эту вещь я еще раз прошу вот вы будете пользоваться этой вещью нет конечно спасибо наконец-то мы выдавили из вас здравый ответ что эта вещь никому на самом деле уже не нужно единственное что ее ожидает ее будущем но если вы не будете наставить вам ее подарить не что вы будете из нее пить в ближайшее время то ее ожидает просто выброси и все это нормально не нормально если вы собираете старые ненужные поломанные вещи и храните у себя их дома это ненормально знаете об этом есть такие люди которые ходят собирает и квартиру не набивают вот старыми поломанными вещами не хранят складируют и вы считаете таких людей нормальным нет почему потому что вы сами вы берете и выбрасываете если у вас кулек целлофановый порвался вы же вы не заклеиваете скотчем но в нем же можно его заклеить скотчем и носить дальше ничего его не выбрасывает чего вы выбрасываете пользуйтесь им дальше но когда начинает приводить пример со стаканчиком я каждый раз сталкиваюсь в аудитории с людьми которые рассказывают нету можно пальчиком дырочку закрыть можно скотчиком подклеить при пластилином прилепить ну вариантов понятно высушить в нормальной жизни у вас порвался кулек целлофановый выше его клеить и ремонтируете что пойти ниточками пришиваете что вы с ним делаете выбрасывать когда творение перестает соответствует цели творца его выбрасывают это нормально и когда весь мир извратил свой путь или перестал соответствовать тому для чего он был создан бог просто уничтожил за давайте начнем еще раз взял ноха его семью и начал еще раз и это нам урок что бог не будет заниматься тем что он будет что под дырявые кульки целлофановой то что невозможно исправить он сказал конец что пришел все уже ничего нельзя сделать она испортилась она извратила свой путь таким образом что все исправлению не подлежит понятно чего нет речь микрофон а почему бог пожалел израиль когда он сказал моисею ты вот отойди от них потому что вот тоже самое чего то же самое ну вот как бы развратились они сильно хорошо конец пришел я тебя я произведу новый народ же конец пришел но не пришел он помил почему он помиловал здесь здесь как бы вот почему он помиловал я отвечу вам легко и просто потому что он бог милующий а тогда вот как бы не тогда конец пришел еще раз мы видим простые вещи что израиль 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 это ну во первых это израиль это понятно но о чем мы говорим очевидно бог не закончил с ними работу тогда как нет он был очень серьезным может он моисея просто испытывал его отношения его сердце еще раз то что я говорил в начале я не буду строить множество предположений почему так здесь явно написано что конец что сделал пришел и поскольку конец пришел бог что сделал уничтожил там не написано что конец пришел значит извратились не до конца можно было еще исправлять что бог в общем то и делал и наказание приходили к израиль да но никогда наказание не приходили для того чтобы его уничтожить наказание божие приходили в народ израиля для того чтобы его исправить и поскольку мы до сегодняшнего дня еще есть то нас еще можно исправить и написано что вот некоторые события должны произойти и если они произойдут вот тогда нас уже исправить будет нельзя знаете да нет это если все можно будет померить исследовать вот тогда вот вот тогда да а пока этого всего не произошло соответственно израиль будет и мы знаем о том что для израиля еще есть предназначение хотя бы такое как сказать баруха баба шамаданай пока мы этого не сделали все будет нормально нормально в каком плане мы не исчезли не все будет нормально как мы себе это можем представить но нормально в том плане что мы еще есть не исчезли мы должны что-то сделать у нас есть предназначение понятно да здесь нормально все можем идти дальше итак потоп основная мысль основная мысль чего мы разбирались с этим основная мысль была такая что понятие греха это не понятие случайности что несмотря на то что записанного закона в обычном нашем представлении не было но было понятие добра и зла которое было известно творению и было это понятие извращено намеренно осознанно за что все творение понесло наказание понятно да это важные моменты они являются определенным фундаментом наших взаимоотношений с богом нашего понимания творца и нашей ответственности как творение весь иудаизм стоит на простом понимании что есть творец есть творение у творца есть цель для своего творения и творение отвечает перед творцом за достижение цели и в конце творец будет судить свое творение понятно да в других системах нету конечной цели и нету ответственности за достижение цели у нас же есть цель для нашего существования и ответственность за то достигнем эту цель или нет понятно да и пример того когда все человечество решило не достигать этой цели и пойти друг другую дорогу мы видим в истории с нохом но его семья но его семья пережили удивительное переживание которое никто не переживал на земле в вашей жизни бог сверхъестественным образом вмешивался в нее есть среди нас такие в которых бог вмешивался но послушайте когда он вмешивался в вашу жизнь и спасал вас у всех остальных людей было в общем то более или менее нормально понятно да это были у вас проблемы а у всех остальных как то ну нормально они жили и бог спасал вас но в ситуации у ноя у всех были проблемы причем такие которых они решить не смогли а у ноя этих проблем как раз и не было то есть бог его спас а всех остальных да представляете себе что ноя переживал что ноя чувствовал невероятные вещи все умерли а он его семья остались живы это удивительные вещи и всевышний еще оставил мир привычный для ноя он оставил его привычный мир в том виде в котором он был до потопа животные были сохранены растения те же самые он не сотворил много мира где бы ему было не уютно он вернулся в то что он жил до потопа понятно да то есть но ожидали невероятные переживания которые больше люди переживать не будут и всевышний после потопа так и сказал что больше я так делать с человеками не буду и ноя когда вышел из ковчега он сделал непонятные вещи он построил жертвы и принес на нем чистых животных откуда он знал какие животные чистые какие не чистые с точки зрения закона закона не было а приносил правильных животных чистых вот умный мужик был в сердце у него было да по совести он знал какие чистые именно животные но я был взрослым мальчиком он понимал что если их пара и одного принести в жертву потомство не будет понятно но он взрослый был он понимал что для продолжения рода надо две особи одна мужская другая женская понятно он очень простой был парень ему не надо было иметь супер откровения он знал что не чистых только а чистых семь пар понятно то есть духовного ничего не было все нормально знание физиологии ясно да понятно да дайте микрофон пожалуйста еврейская традиция говорит что ну земля была наполнена как бы существами как вот из-за чего была уничтожена что она земля была наполнена с существами типа как демонами которые вступали в взаимоотношения с людьми именно из-за этого бог ну то что мы читаем как великаны да но есть полно еврейских трудов на эту тему как бы может ли это быть причиной почему была уничтожена то есть извращение под извращением подразумевается именно вот вот именно это взаимоотношения с духовными так скажем силами с бесами я понял нам придется следующую сессию наверное начать вот с чего есть такая вещь как устная тора и у нас может быть определенное отношение к тому что есть устная тора на самом деле есть достаточно много трудов которые посвящены именно этому периоду и я когда читал о том что великаны там появлялись приходил с кем-то сожительством и так дальше часто люди спрашивают слушайте а кто там что это было кто это был как они вот это именно духовные с дочерями как они их брали что у них там рождалось я читал я читал комментарии на это местописание иногда просто удивительно иногда просто меня восхищали такие труды я приходил в состояние такого знаете у меня были истерики я смеялся так что моя жена иногда думает что со мной что-то случилось я так смеюсь что на самом деле бог изгнал адама и еву израин израин но там осталась дверь такой путь когда они могли ходить все-таки туда в гости и вот там была часть народа которая жила там в раю еще но приходила спускалась на землю не шлялись туда-сюда там у них все нормально было и вот те которые родились там те приходили оттуда на землю и вот это вот этим в гости друг друга не ходили а вот потом когда богу надоело все все это дело он двери закрыл и перестали ходить туда-сюда ну то есть комментарии на эту тему есть такое количество что я ну оборжаться можно я я я смотрю на это все очень просто есть некоторые вещи которые мы узнаем только тогда когда мы придем туда и если мы туда не пришли то мы можем конечно ломать свою голову просто тратить уйму времени для того чтобы именно узнать кто куда ходил и как они это делали практического значения всей этой истории найти точный ответ не получится и смысл тогда искать этот ответ тратить время ну кроме того что тешить себя каким-то набором знания которые другие не имеют абсолютно бесполезно кроме этого ничего не вы не получите поэтому некоторые вопросы которые у вас есть их надо отложить на попозже ну и когда вы встретитесь вы сможете их задать понятно а пока мы на этой земле то можно на них и не отвечать понятно у нас перерыв сколько у нас того ох 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 а е